В вашем внимании представлена вторая практическая работа на тему линии электрической цепи синтеза данного тока. Цель работы заключается в том, что необходимо ознакомиться с методами двух узлов. Для того, чтобы приступить к данной практической работе, необходимо ознакомиться и вернее вспомнить даже действия с комплексными числами. Комплексное число из себя представляет реальную часть и мнимую часть. Реальная часть – это у нас 3, 4G – это у нас мнимая часть. Что число находится в комплексном виде, либо в символическом виде, означает то, что у нас и ток с точечкой. Если ток со звездочкой, то значит это сопряженный комплекс. Значит, первое – сложение комплексных чисел. У нас представлено два комплексного числа. Нам необходимо их сложить. Складываем мы их точно так же, как и, допустим, 2 плюс 3х, там 4 плюс 2х. Иксы с иксами. Числа с числами. То есть здесь у нас получается 3 плюс 5х – это у нас 8. И 4 плюс 3х – это у нас 7. Также у нас происходит и вычитание. Умножение. Допустим, нам надо умножить два предложенных нам числа. Здесь надо знать то, что G в квадрате – это у нас минус 1. То есть умножаем также фонтанчиком друг на друга с помощью таблицы умножения. Значит, 3х5 – это 15. 3х3 – это у нас 9G. 4х5 – это 20G. И 4х3 – это 12G в квадрате. 12G в квадрате – это у нас будет минус 12. То есть вот я раскрываю скобочки все, и у нас получается в итоге 3 плюс 2G. И деление. Причем поделить два числа друг на друга. Необходимо, да множе числитель и знаменатель, на сопряженный комплекс. Сопряженный комплекс означает, если у нас, допустим, 5 плюс 3G, то сопряженный будет 5 минус 3G. А если у нас, допустим, 5 минус 3G, то сопряженный будет с плюсом. То есть просто меняется знак. Умножаем также все это фонтанчиком, складываем и потом делим друг на друга. И в результате получается вот такое число. Также можно воспользоваться калькуляторами специальными, онлайн-калькуляторами для решения комплексных чисел. И приступаем. Значит, задание на практическую работу следующее. На основании законов Киргофа состоит в общем виде систему равней для расчета токов во всех ветвях цепи. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях цепи. По результатам полученного пункта 2 определить показания ваттметра. Затем построить топографическую диаграмму напряжений, совмещенную с векторными диаграммами токов. Построить круговую диаграмму. И в одном из сопротивлений цепи при изменении модуля этого сопротивления в пределах от нуля до бесконечности, данное сопротивление показано на схеме со стрелкой. И полагаю, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенных в разных ветвях схемы, имеется магнитная связь с взаимоиндуктивностью и состоит в общем виде систему равней. По законам Киргофа записать ее нужно в дифференциальном символическом виде. Задание у вас находится в универе. Его можно скачать и открыть, посмотреть. Номер варианта выбирается согласно порядкому номеру в вашем журнале. То есть если вы стоите по журналу, допустим, 25, значит вариант ваш 25 и так далее. Если первый, то значит вариант номер один. Ну приступаем к расчету. Значит у меня вот такая таблица с данными и схема. Значит эту схему я преобразую согласно моим данным. Ну потому что у меня здесь только Е1, 2 штриха дано и так далее. То есть я ее преобразую. Я ее преобразовала и у меня вот она получилась. Также перед началом расчета я расставляю токи и обход контура. В данном случае обход контура я делаю встречным. Можно сделать по часовой стрелке, можно против часовой. И приступаю к расчету. Значит задание номер один на основании законов Киргофа составим в общем виде с тем уравнение для расчета токов во всех ветвях тупи, записав ее в двух формах, дифференциальный и символический. Значит вспоминаем. Первый закон Киргофа это алгебраическая сумма токов возле равна нулю. То есть вот у меня получается Е1 минус Е2 минус Е3 равно нулю. То есть токи исходящие из узла, они идут с минусом, которые входят в узел, они идут с плюсом. А у меня будет всего лишь одно уравнение по первому закону, потому что здесь у меня два узла. Количество уравнений по второму закону Киргофа будет два, потому что у меня два контура. Значит, отход контура у меня первый контур по часовой стрелке, второй контур против часовой стрелки. Значит, второй закон Киргофа сумма падения напряжения на каждом из элементов цепи равна сумме исходящих в этот контур. То есть тоже так же, как и в первом практической работе, я могу выбрать абсолютно с любого элемента, который мне хочется начать. Ну, я, допустим, начну с сопротивления Р1. Значит, иду против часовой стрелки. Ток через Е1 и Р1 у нас совпадает по направлению, поэтому будет с плюсом. В данном случае через индуктивность у меня ток не совпадает, значит, будет с минусом. Эдрес у меня совпадает по направлению. И вот что у нас получается в дифференциальной форме. Соответственно, и для второго контура точно так же. То есть здесь иду я против часовой стрелки. Сначала у меня, допустим, конденсатор, потом у меня индуктивность идет, токи у меня совпадают. И через индуктивность Л2 токи не совпали. И направление ДС3, штрих направления совпадает. Вот оно у меня. Уравнение записано. И уравнение по первому закону Киргов в символической форме, либо в комплексной виде. То есть так и так тоже можно. Ну, значит, здесь то же самое у меня получается. И2 минус И1 минус И3 равно нулю. И по второму закону у меня тоже было два уравнения. Вот они у меня записаны. Почему здесь у меня образовался минус? Потому что здесь в одном ветве стоит сопротивление. О, стоит индуктивность и емкость. И по формуле общего сопротивления, то есть когда у нас последовательность 1, индуктивность и емкость, то есть Z у нас будет XL минус XF. Все это в квадрате. И плюс R в квадрате. Все это у нас будет под корнем. То есть там будет у нас разность. Поэтому у меня здесь получается разность. Z это у нас корень из минус 1. Поэтому так все и остается. Следующее. Определяем комплекс действующих значений токов и всех ветвях схемы. Для того, чтобы начать расчет, необходимо проверить наши ЭДС. Если у нас ЭДС данные в синусах, значит мы так и оставляем. Если у нас данные ЭДС в косинусах, то мы косинусы должны преобразовать в синусы. То есть это легко достаточно сделать. Мы просто прибавляем 90 градусов и считаем. То есть в данном случае у меня косинус омега Т минус 130 градусов равен синус омега Т минус 130 плюс 90. И то у меня получается 40 градусов. Далее находим циклическую частоту и определяем комплексы действующих значений ЭДС. Далее определяем реактивное сопротивление, полное сопротивление и полную проводимость ветви. То есть реактивное сопротивление на индуктивности будет омега Л на конденсатор 1 на омега С. Полное сопротивление первой ветви будет РН1, потому что в первой ветви только сопротивление. Во второй ветви у нас только индуктивность, Поэтому Z будет равно чистой индуктивности GXL2. Вторая у нас получается, третий ветвь у нас будет состоять из двух составляющих. Это из индуктивности и конденсатора. Поэтому здесь будет уже разность. И о полной проводимости ветвей, то есть мы единицы делим на Z. И единицы измерения у нас Сименс, СМ, коротко будут. Обратно проводимости ветвей могут быть отрицательные сопротивления. Говорит о том, что у нас значение индуктивности маленькое, а значение конденсатора достаточно большое. То есть преобладает более конденсатор. Поэтому ничего страшного, если у нас вот здесь будет стоять минус. Далее вычисляем напряжение ОАБ. То есть между узлами. У меня ОАБ направлен вниз. Индуктивность ДС все направлены вверх. Поэтому здесь будет знак плюс в числителе. В знаменателе мы укладываем все проводимости ветвей обратно. Проводимости ветвей. Если какая-то получилась с минусом, то будет у нас с минусом. Далее мы находим по закону ОМА наши токи. Их будет у нас три. Вот мы три тока находим. Далее мы делаем проверку по первому закону Киргофа. Если у нас здесь получается 0, значит у нас расчет верный. Если по каким-то причинам у нас здесь получается достаточно большое значение, значит необходимо сделать перерасчет всех формул. Ошибка может составлять 5%. Не более 5% должно быть. Больше нельзя 5%. То есть если у вас здесь получается 0,001, то тоже можно оставить. Далее третье задание. По результатам полученных в пунктах определяем показания ваттметра. В первом случае мы находим ток через ваттметр. Потом мы умножаем ток и на полное сопротивление ветви. Так как у нас он стоит в первой ветве, мы первый ДС берем и первый ток находим в значении. И потом отсюда мы выделяем реальную часть. Реальную часть нам покажет ваттметр. Следующее задание у нас четвертое. Построить типографическую диаграмму напряжения и совмещенность с диаграммами токов. Приняв равную нулю потенциал точки А. То есть точно так же мы, как строили в первой практической работе потенциальную диаграмму, так же мы строим и здесь. Потенциал точки А мы замыляем. И далее мы расставляем потенциалы точек после каждого элемента цепи. Вот мы расставили. Можно расставлять в буквенном формате, можно в цифрах, как вам нравится. И я обход сделаю контура по часовой стрелке. И начинаем расчет. То есть поменяем. Если обход контура ИНДС совпадает, значит с плюсом. Если обход контура совпадает с направлением тока на сопротивление, то тогда у нас будет с минусом. Вот у меня минус. Здесь через индуктивность у нас ток не совпадает, поэтому будет с плюсом. Потом у нас ИНДС тоже обход контура не совпал, поэтому с минусом. И здесь конденсатор. На конденсаторе будет наоборот. То есть если там направление тока и обхода не совпадает, значит будет с минусом. Если совпадает, то будет с плюсом. И в данном случае у нас тоже должно получиться где-то возле нуля. Если не получается ноль, то необходимо сделать перерасчет. Возможно, где-то была допущена ошибка, либо неправильно взяли какое-то значение. И табрографическую диаграмму мы строим. Табрографическая диаграмма будет выглядеть у меня вот так. То есть мы берем из нуля, потом мы выходим на ФИК, ФИБ, ФИМ и так далее. И в ноль уходим. То есть здесь у нас получается ноль-ноль, потом берем значение D, значение наше и строим далее. Так же, как мы строили Х, У и по математике, вспоминаем наши прямые. Далее, что касается векторной диаграммы токов. Векторной диаграммы токов мы будем строить по нашим значениям вот этих токов, которые получили немного выше. Тоже у нас реальная часть и мнимая часть. То есть реальную часть мы откладываем по оси Х, а мнимую часть мы откладываем по оси У. И вот оно у меня получается. То есть первая точка ноль-ноль, а второе какое-то значение. И если мы вот этот вектор, получается, у нас и третий перенесем параллельным переносом вот сюда, то у нас он как раз ляжет вот здесь очень ровненько. То есть о чем говорит, что у нас расчет сделан верным. В данной графике можно строить в любом графическом редакторе, о котором вам известен. В Word можно построить, можно в Core или в AutoCAD и так далее. Как вам будет удобно. Далее приступаем к построению кругового диаграммы. Для того, чтобы построить круговую диаграмму, вспомним метод активного двухполезника или метод эквивалентного генератора. Можно воспользоваться им. То есть разрываем ветвь с изменяющим сопротивлением XL3 и определяем напряжение в месте разрыва. То есть напряжение холостого хода. То есть вот ту схему, которая у нас была на рисунке выше 2, мы разрываем здесь цепочку. Также мы оставляем обход контура, как у нас были. И все остальное мы тоже оставляем. У холостого хода у меня будет ЭДС А1,2' минус УБА. То есть вот оно у меня здесь УБА будет. С помощью двух узлов мы находим здесь напряжение. И подставляем численные значения. И потом находим напряжение холостого хода. Затем мы находим эквивалентное сопротивление генератора. То есть двух ветвей. Они у нас получаются параллельно. Поэтому мы берем параллельно. И подставляем наше значение. Ток короткого замыкания у нас тогда будет у холостого хода, деленное на Z эквивалентное. Для построения круглого диаграмма рассчитываем угол к 7. Значит, у нас нагрузка индуктивной. Значит, он будет равен 90 градусов. И если это у нас конденсатор минус 90, если у нас сопротивление 0. И так далее у нас получается, что фи нагрузки будут фи входную. То есть 90 плюс наш уголочек, который у нас получился. И у нас получается угол. Для построения круговой диаграммы нам необходимо будет, если мы будем чертить на миллиметровке, циркуле и транспортир, если же мы будем в каком-то графическом редакторе строить, то нам, в принципе, это не нужно. Значит, вот у меня круговая диаграмма. Показано на нашем рисунке. То есть, что мы здесь сделаем? Мы откладываем и короткого замыкания. На середине короткого замыкания мы пендикуляр проводим. Там, где у нас заканчивается короткое замыкание, мы откладываем наш угол, который у нас получился 15 градусов, отложили, и потом откладываем зетоковалентное. На зетоковалентное мы откладываем ровно наше зетоковалентное значение, которое получилось, и проводим два пендикуляра. Точка соединения будет, и там будет центр нашей окружности. И проводим окружность. Вот так у нас будет выглядеть и округовая диаграмма. Значит, задание на практическую работу номер 2 находится в универе. Необходимо вам скачать и приступить к заданию. Оформить данную работу необходимо в Орде. Если будут какие-то вопросы, можно мне задавать через универ, в WhatsApp или почту. Спасибо за внимание.